Ребята, а кто-нибудь из вас слышал рассказ «Волшебник изумрудного города» или «Волшебник из страны Кос»? Это очень поучительная история, которая рассказывает о том, что мы часто имеем то, о чем мечтаем и даже об этом не догадываемся. В мою страну ураган занес маленькую девочку-собачку. Я была очень напугана и хотела сделать все, чтобы вернуть свою дочь. Когда я увидела Элли, была очень рада познакомиться. Узнав, что Элли и Татошка хотят вернуться домой, я решила им помочь. В «Волшебной книге» сказано, что маленькая девочка, принесенная ураганом, сможет помочь исполнить три волшебных желания тем, кто в них нуждается. Если она это сделает, то волшебник изумрудного города Будве исполнит ее желание. Но для этого им нужно было пройти сложный путь, на котором мы ждали испытания. Первым, у кого встретились в отеле, был персонаж, которого вы видите. Как вы думаете, кто это? Соломый человек. Ну, кто это? Соломый. Кого мы ставим на голову? Соломый. Уголый. Уголый. Уголый, Страшилый, это был. Как ты похудел? Оказалось, что Страшилый, так его звали, набит соломой и не имеет мозгов. И самым заветным его желанием было, конечно же, получить мозги, потому что он всегда все путал и забывал. Ему это очень сильно не нравилось. Элия узнала его заветное желание и решила ему помочь. Она пошла в Будвину, в который вы смогли исполнить их желание. Но на пути оказался узкий проход, который можно было пройти, только правильно выполнив задание. Этого задания сложить фигуру. Друзья, давайте вместе попробуем выполнить задание. Тогда я буду уверена, что Эли и Страшилы точно с ним справятся. Сан-Грам играли на уроках? Знаете, что это такое? Конечно. Вам нужно из-за 7 фигур сложить одну большую. Я ему подсказку, что одна большая фигура – это квадрат. Из всех фигур, которые у вас есть, нужно сложить большой глаз. Сан-Грам играет на Украину. Компания. Сан-Грам играет на Украине. Такое место, которое выawaёте, в котором вы ели, ведете еще более мощное. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вижу, что у вас с болью, с перемышлением все хорошо, и вы помогли, прошили получить позаветное желание и исполнилось. Но раз вы опять с этим справились, я уверена, что не только Элли, но и Страшила точно так же справились. После того, как Элли и Страшила выполнили задание, они отправились дальше в путь. И через недолгое время в глухом лесу они услышали стоны. Заглянув в чащу, они увидели странное создание. Как вы думаете, Толика? Толика, Толика! Дровосек! Правильно, это был железный дровосек. Рассказав железному дровосеку все об их приключениях, Элли обрадовалась, когда узнала, что у дровосека тоже есть заветное желание. Он был сделан из железа, поэтому всегда хотел иметь сердце, чтобы обладать чувствами и интуицией. Тогда Элли и Страшила предложили дровосеку пойти с ними к великому, ужасному гудлину, чтобы тот дал дровосеку настоящее сердце. Но для того, чтобы выйти из лесной чащи, им всем нужно было пройти лабиринт. Ребята, давайте попробуем выполнить еще одно задание. Тогда я еще больше поверю, что моя Элли и Страшила справиться с ним. Это наш лабиринт. Каждая команда, каждый участник команды по очереди подходит, начало у нас лабиринта с этой стороны, выбирает любой квадратик, переворачивает его. Если он пустой, значит путь это неправильный. Переворачиваем назад и ход переходит к следующему ряду. Если команда угадывает и находит на квадратике с другой стороны, что так, она имеет право делать следующий ход. Понятно задание? Можно. Можно? Выбираем любой квадратик в первом ряду и переворачиваем. Смотрим. Пусто? Да. Следующая команда. Вы только запоминайте, какие уже открываются. А мы можем сразу с твой клетки сюда попасть? Ну, логично, если вы с первого ряда уже все открыли, куда дальше идем? Дальше ход делаем. Следующая команда, две клетки у вас уже открыты. Вы же получите, хотите, где вы хотите. Мы можем сразу туда пойти? Леша, мы можем с этой клетки сюда попасть? Мы идем либо прямо, либо направо. Он уже открыл, значит только можно несколько раз. Мудро. Где логика? Нет. Мы дорожку выстраиваем. Дальше. Переходите под подателем. Лево, 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 лево. Дальше. Сильные клетки. Переходите, не бойтесь под подателем. На них наступать можно. Это советы. Не кусся. Шахшат. Устав. Сидится. Видите, смотришь. Пами. Идем. Это соки. Идем. Мончик. Идем. Поехали. Мончик. Чаще. Мончик. Или потом. А эти уже закрываются. Да, вы закрываете. Сюда. А потом сюда еще. Или попали. Еще раз. Шоуста. Ясно. Правильно. За 10 минут. И саживаем. Это открывание. Мы не можем по диагонали перейти. Либо прямо, либо направо, либо на ряду. Собирание. О, дальше, дальше. Место. Все. И по моменту. Точно не поднимите. Нам удалось пройти лабиринт. и наш кровосек получает сердце. Наши друзья дружной компанией вышли из дремучего леса и пошли дальше. Но на пути повстречалось еще одно существо. Посмотрите, вы можете назвать кто это? Выйдет в компанию друзей лев испугался и спрятался за кустом. Оказалось, что он был очень труслив. Элли с друзьями выяснили, что заветным желанием льва была храбрость. Они и ему предложили вместе пойти в Гудвину, чтобы тот наделил льва храбростью. Но чтобы это им сделать, нужно пройти через темное ущелье, в котором их ждали у Капкана. Надеюсь, что вы не побоитесь пройти похожее испытание. Вам для этого хватит храбрости. Не побоитесь с завязанными глазами перешагнуть через препятствия. Вот наши препятствия. Я все сделаю. Мы вам завязываем глаза, подводим вот сюда в партии. И с завязанными глазами нужно перешагнуть и дойти вдоль льва, но так, чтобы наши палочки, наши Папканы не упали. Давайте седемся. Я не делаю сейчас и сразу мы две львы шаги сезонными глазами. Всё, Апкану не готово. Нет. Апкану не готово? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, если вы смогли пройти все испытания, как и наши герои, надеемся, что когда вернусь домой, Элли будет уже там. Смотрите, оказалось, что страшила, желая иметь мозги, сообразил подсказать железному дровосеку срубить дерево, когда нужно было переправиться через реку. Железный дровосек, мечтая о сердце и чувствах, извинился перед страшилой после того, как назвал ее пустой головой. А Лев бросился защищать Элли, когда ее сплотил додорем. Это значит, что как только у каждого из них появились друзья, во время испытаний у них появились и качества, о которых они мечтали. Если вы заметили мудрости, интуиции и чувств, а также мудрости, хватает многих. Но если вы будете двигаться вперед, а не стоять на месте, жизнь будет присылать вам испытания, пройдя которые вы откроете в себе самые достойные качества. Этот путь поможет вам найти еще и новых друзей. До скорых встреч. Молодцы! Продолжение следует...